Обычно в календаре принято отмечать праздники, но есть в нем одна скорбная дата, которая и в веках не будет забыта. 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, прошло утром на мемориальном комплексе Аллея памяти. Участие в нем приняли временно исполняющий полномочия главы городского округа Щелкова Андрей Булгаков, ветеран Великой Отечественной войны Петр Византийский, председатель Совета депутатов Елена Мокринская и весь депутатский корпус, представителей общественных организаций. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 79 лет назад страна услышала эти страшные слова. Жизнь миллионов советских людей в одночасье изменилась на долгих 4 года. Более 31 тысячи солдат и офицеров ушли на фронт со Щелковской земли. Домой никогда не вернулись 8 345 наших земляков. Митинг в этом году не проводили. Ограничились церемонии возложения цветов к вечному огню. И дело не только в эпидемиологической ситуации, которая исключает массовые мероприятия. 22 июня – день, когда все и так понятно без слов. Когда вся страна молча склоняет головы перед братскими могилами, перед памятниками и монументами. Мы помним каждого, кто защитил Родину и победил в той войне. Кому мы обязаны жизнью. А ровно в 12 часов 15 минут по московскому времени миллионы свечей и лампад зажглись одновременно на всей территории Российской Федерации, от Камчатки до Калининграда. Начиная с этого года, в России будет объявляться официальная минута молчания, посвященная началу Великой Отечественной войны. С этим предложением выступили депутаты Госдумы, его поддержал президент, а премьер-министр подписал соответствующее постановление. В городском округе Щелково в общероссийской акции приняли участие промышленные предприятия, учреждения культуры и спорта, воспитанники и педагоги детских садов, школьники и их учителя, сотрудники правоохранительных органов и медики. На минуту приостановил работу крупнейший в округе торговый центр – Гипермаркет Глобус. В одном строю с зажженными свечами встали его работники и посетители, оказавшиеся в этот момент в магазине, которые не смогли остаться равнодушными. Около ста военнослужащих ВЧ-26-178 Воздушно-космических сил России, которая базируется в микрорайоне Щелково-7, образовали живую надпись «Помним, скорбим». 12.15 – время исторически обоснованное и выбранное для минуты молчания не случайно. В это время, 22 июня 1941 года, народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов сообщил гражданам Советского Союза о начале войны. Подсчитано, что если бы минута молчания была объявлена по каждому погибшему во время войны советскому человеку, мир замолчал бы больше, чем на 50 лет. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Андрей Белкин, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.